Друзья, если вы хотите узнавать первыми о выходе новых роликов, то подписывайтесь на мой телеграмм FreakFamily. Туда я закидываю анонсы о новых видосах, а также иногда высказываю свои мысли по поводу сквада. Также хочу напомнить, что у меня есть второй канал FreakFamily Live, в котором выходят нарезки, не попавшие в основу. А теперь, приятного вам просмотра. Кто людей думает, что это... Бля, мне сейчас расскажут... Сейчас расскажут... Что нахуй? Ай, Базовский, блядь, какой ублюдок. О, блядь, мне челла лет спешит. Ай, баны дебил, просто нахуй. Ко, сидишь, играешь в игры и болтаешь с чатом. Реально? Но мало кто знает, как сильно нужно работать, чтобы стать знаменитым стримером. Реально? Да ну нахуй! Что только не прошел парень из бедной семьи, чтобы стать самым узнаваемым стримером в СНГ. Вадим Эвилон Казаков. Бля, вот это хорошо. Нет, мне хата не надо, я буду узлово жить, мне похуй вообще. Он, правда, об этом не знает еще, мне нихуя снимать не буду, блядь. Я буду просто узлово жить. Бля, точно про меня написано? Шаурман от бога, блядь. Wait for loading. Блядь, что у меня с прической, нахуй? Что у меня с прической, я с трегуснался, нахуй? Мне похуй, я с трегуснался вместе с Херсом сейчас, нахуй. Вадим родился 4 июля 1996 года в городе Новая Каховка, на Украине. Блядь, вы в Украине, хуесос. Извини. Этот, ээээ... Блядь, слава богу, нахуй, мне люди пишут, что я родился, блядь, родился, нахуй, в городе Томске, блядь. Ты же как дебилы вообще. Другие пишут, что он с Калининграда, нахуй. Блядь. В детстве его отец ушел за хлебом из семьи, и маленький Вадим пытался уговорить маму заставить папу платить элементы, но тот не хотел... Нет, не, пиздеж, пиздеж. Вообще-то я пытался уговорить маму, чтобы она вернула папу, потому что мне папу было жалко, потому что батек у меня хуесос, который ничего не делает, блядь, а мама работала на кучах работах. Но я говорил всегда маме, я говорил, мам, ну это же папа. Я говорил, типа, надо папу вернуть, блядь. А потом, нахуй, когда, блядь, ума, нахуй, добавилось, понял, блядь, что, сука, еще табуза, нахуй. Реально, кстати, пацаны, блядь, реально, кстати, без шуток, видели мои трапеции, нахуй, видели мои трапеции? Рассказываю, блядь, рассказываю, вы сейчас охуеете. Короче, я всегда в детстве с мамой ходил за покупками. Бля, вот ни спизжу ни слова, ни одно, нахуй. У меня из-за этого с папой еще проблем были. И я всегда пытался у мамы как можно больше пакетов взять, поняли, нахуй? Типа, чтобы мама ничего не несла. Я вот так нес и трапеции напрягал, понял, жестко, типа, потому что мне сложно было нести. Я приходил домой, ставил так пакеты, и, короче, всегда еще пизды от бати получал. Я говорил, типа, бля, возьми хоть пакеты, поставь на кухню, понял, типа, ну ты и так с нами нихуя не ходишь, типа, нихуя не делаешь. Мама платит, я ношу, блядь. А типа, ты нихуя не делаешь. И с этого всегда начиналась ссора. Каждый раз, когда мы приходили с магазинов, каждый раз начиналась какая-то ссора на этой хуйне. И я теперь понимаю, что просто мне мама трапеции раскачала, нахуй. У меня теперь трапеции вот такие, блядь. Ай, какие, блядь. Блядь, просто, нахуй, машины, блядь, пиздец. Ну, что дальше там? Хотел работать и сидел без копейки. Подножки и без того небогатая семья не получала. В школьные годы Вадим был тем еще роплером. Каждую неделю его мать вызывали в школу из-за приколов сына. Ахахаха, это было, 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 это было. Три-четыре вызова в неделю были нормой, но Вадик всегда делал... Не, не норма, не норма. Четыре вызова это, по-моему, рекорд вообще, нахуй. Рекорд, нахуй. Рекорд твича нашего, нахуй. Десятой школы, блядь. Пиздец. Причем последний супер на тупой хуйне. Мне поставили двойку, нахуй. По этот, я не знаю, рассказывал, не рассказывал. Я на самом высоком этаже был, там закончился урок. Я, сука, страничку рвал и выходит замдиректора. Блядь, ну, с вами сработал, блядь. ...с одними лишь воспитательными беседами, без строгих наказаний. Его сверстники постоянно обсуждали компьютерные игры. Вадим с большим энтузиазмом... Настя посидел, блядь, все мокрое, нахуй, сука. Что за хуйня, блядь? Я что, блядь, там, нахуй, нырял, купался, блядь, или что, нахуй? ...немножко вам дал, нахуй, энергоджайзера, блядь, что вы... А, блядь, уже так, блядь, так, сука, шея ломит, я ебал от резких движений, нахуй. Ну, я вообще, сука, резкий парень, пиздец. ...слушал их разговоры, но сам поиграть в игры... ...да кто там пишет? Ебалый дебил, блядь! Сказор пишет. Сбор налысо делаем? Реально, вот это ошибка. Деньги были, деньги были, я лично знаю, накопленные были, и надо было покупать. Блядь, я когда, я говорю, блядь, я бы легендой стал еще раньше, нахуй. Ну, не то, что сейчас стал, но все же, я бы еще раньше, нахуй, дернул, блядь. Когда читбаны стримил, блядь, я тогда говорил, мама, это святое, надо ебенить. Кто это, блядь, вообще? Знакомая проблема. А, это, о, кстати, прикольно выглядит. Такой минимальный никс. Давно хотел зарабатывать в интернете, но все никак не получается найти дело по вкусу? Думаю, если ты смотришь наш ролик, значит тебе точно интересен киберспорт, а значит наше предложение как раз для тебя. Да как будто нет. Платно по специальному промокоду GAMESPORT007. А если этого тебе будет мало, напиши нашему менеджеру, я с ютуба. Такое событие в мире CSGO пропустить просто нельзя. Операция Road to Knife на сайте PickDrop это реально простой путь. Получить нож для каждого. Выполнил задание, получил приз. Все просто. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное ВП, на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированные перчи, а на 60-м квесте кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции стоит 600 рублей. Но для вас по ссылке в описании я намутил 100% скидку, то есть он бесплатен. Мало? Тогда играй в халявную мини-группу CSGO, в которой тебе просто нужно разминировать С4. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить геройские кейсы. Вот наполнение третьего кейса за 85 побед. И все это халявно. Ссылку на все это оставлю снизу. Там же ищи промо на 15% к балансу и дополнительную попытку в мини-игре. С Вадимом его мама заметила, насколько печальным стало лицо. Дрим тысяча! Ее сына. Ограбил нахуй. И тогда она решила целый год откладывать деньги. О боже, блядь. Я и не умел играть, что ли, нахуй? Лишь бы тянул хоть какие-то игры. Первое время за компом Вадим днями напролет зависал в GTA Vice City. А когда провели в массы интернет, он открыл для себя новую игру, которая станет стартом его карьеры. Фак-фак. CSGO. Первый никнейм Вадима — Big Nose. Но вскоре он посчитал его слишком самокритичным и только усилил... Чё, блядь? Какой Big Nose, нахуй? Ты чё, ебанулся? У меня не было Big Nose. У меня не было Big Nose. У меня был хомяк с АВП. Не, Big Nose у меня не было. И поэтому он решил придумать что-то новое для... ЧТО? Он самокритичным и только усилил травлю в школе и... ЧТО? Какую травлю в школе, блядь? Откуда он это взял вообще? Поэтому он решил придумать что-то новое для игры в ММО-РПГ. Так. На ум всё никак ничего не приходило, и тут на помощь пришла мать. Женщина в ответ на просьбу сына назвала ему первое, что попалось ей на глаза. Крем в её руках от компании Эвелин. Пизда... Да-да, это я, блядь, со мной нахрен. Идея, подумал сын, и решил стать лицом или носом бренда по уходу за собой. Но вот незадача. Но особо не ухаживался. Такой ник был занят. И после пары рандомных замен букв в слове, Вадим Казаков навеки стал Эвелоном. КС забрала Вадима полностью. Бесконечные игры в ММО, создание команд и попытки пробиться в киберспорт. Всё это... Долбоёб играет 85 МС, блядь. Боже нахуй, боже. Блядь. Главным мотиватором в его жизни. Но была ещё и учёба, на которую парень забил хуй. И матери это очень не понравилось. Кулер плюс корпус, 210 тысяч рублей. Регулярные прогулы школы ради игры в КС были замечены... Бисикс, 700 рублей, блядь. Вы поняли нахуй, кто проводил мне, блядь, свет? Вы поняли, кто мне свет проводил нахуй вообще, блядь? От чего я жил нахуй вообще то время, блядь? Бисикс, 700 рублей нахуй. Пашок дал мне свет то время, блядь. Вы пришли в дом Носатого. Мою будку, блядь. У Вадима отобрали комп на год и заставили закончить школу, позабыв о мечте стать киберспортсменом. А если ты мечтаешь... Что, блядь? ...вечены и радикальные меры пришли в дом Носатого. У Вадима отобрали комп на год и заставили закончить школу, позабыв о мечте стать киберспортсменом. Не школу, а колледж. Блядь, он вообще учил текст нахуй. А если ты мечтаешь стать киберспортсменом или просто хочешь быть в теме всего, что происходит в киберспорте, то обязательно подписывайся на наш новостной телеграм-канал. Каждый день новые факты, интервью и главные новости. Ссылку найдешь в описании. После школы Эбилон поступает в вуз и совмещает учебные... ...вязка, блядь, Under Armour, ммм, какой седьмой подбородок, блядь, ммм... В смысле, урод, блядь. Я, кстати, там не 100 килограмм. 90 максим. ...системе маркетплейса Steam. Не прям, не, даже, даже, может, я там 88 где-то. ...вязоком становится трейдером. 600, 700... Челпи, сейчас тоже урод. Привет, ты, начинающий инди-разраб сделал пародию на OnlyUp. В ней много отсылок на фриков. Есть интеграция чата твича. Был бы рад, если заценишь название OnlyBan. OnlyBan? Суждаю. ...сот баксов в день стали нормой, а мысли про уход из... Что? ...становится трейдером. 600, 700 баксов в день стали нормой, а мы... Какие 700 баксов в день, блядь? Если бы я 700 баксов в день делал, нахуй, у меня эти стримы вообще были, блядь. Ты что, ебанулся? Я делал 700 баксов в месяц, блядь, в начале. 700 баксов в день? Он хочет сказать, что я зарабатывал, нахуй, по 30 тысяч, нахуй, или сколько, блядь? А, ну, кстати, не, пиздёшь, всё равно. Десятку я делал максимум, наверное. Да нет, даже десятку не делал, чё я пизжу-то вам, нахуй. Наверное, самые, блядь, выгодные месяца были меньше. Явно меньше были, блядь. Самые имбовые, когда там чё-то прям ебанутое было, наверное. Та трёшка, наверное, была в среднем число. ...уход из вуза преследовали его каждый день. Трейдинг занимался слишком много времени, и пришлось выбирать... Блядь, у меня люди, мои друзья работали, блядь, в сонечнике, нахуй, за 1500 гривен, блядь. Когда курс был уже 30 с чем-то, блядь. А я зарабатывал, блядь, 500-600 долларов в месяц. Это было ебать как дохуя, блядь. ...брать бабки или сон. Человек пишет, он лучше знает, закрой рот, блядь. Ты долбоёб, это ж я, блядь. Сам Вадим не посещал вуз вообще. У него был знакомый, который ходил на экзамены и сдавал зачёты от его... А теперь внимание! У Вадима всё же есть вышка, и не одна. Лутая отсрочку от армии, Вадим успешно трейдил и сидел дома. Не понял, блядь. В смысле от армии, блядь? ...всё время, как его кореш ходил на все экзамены. И так... Какой кореш, блядь? Это такой кореш, нахуй, блядь? На сдаче экзаменов, когда сказали, блядь, казаков, блядь, он даже не стал, блядь. Слушай, теперь намного лучше выглядишь так, держать, молодец. Спасибо, спасибо, блядь, спасибо, гост, нахуй. Респект тебе, спасибо тебе большое, блядь. Буду дальше стараться, нахуй. Блядь, просто типу говорят, казаков Вадим. Он просто не знает, что он казаков Вадим. Просто пиздец. Коллажзор, смотрите, мне ход сдал на 154 зрителя. А где сейчас коллажзор? Коллажзор мне денег занял, так не отдал, кстати, до сих пор. Как будто уже года три. Ну, ничего страшного, там мало. ...долажалось все четыре курса. В итоге чудом был защищен диплом и получена специальность в экономическом вузе. А параллельно еще и диплом электромеханика. Канал на Твиче был создан в 2013 году, но активную деятельность Вадим начал в 2006. Блядь, ебать, у меня им девятый сапфир, блядь. Теханика. Когда я... Когда я... А где это я? Это на Фрунзе я, по-моему. На билет в Украину, кстати. Улетаю. Блядь, такой момент охуенный был, когда я приехал, блядь. Я помню, как я начал на пинге опять играть на 40. Правда, я... Помню, что я там, по-моему... А, это не там, это я в Томске сгорел, да? Твиче был создан в 2013 году, но активную деятельность Вадим начал в 2015. Видите, когда у меня нож, блядь, им девятый сапфир, блядь, в то время, охуеть. В том году Вилон начал активно играть и решил... А почему бы все это дело не застримить? Как он ебет, блядь, да? Это я, пацаны, это я. Смотри, как эко собрал. В том году Вилон начал активно играть и решил... А почему бы все это дело не застримить? И это было лучшее решение в его жизни. Факт. Вилон полюбился зрителю за отличное чувство юмора и эмоции... Ну, тут непонятно. ...национальность во время игр. Первое время он продолжал играть в КС, но не мог добиться никаких результатов. И решил попробовать себя в Фортнайте, в популярной в то время игре в жанре королевской... Да, 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 это я, блядь! Конституцию смотрели от 10 до 30 человек, но благодаря тому, что Вадим делал это ежедневно, подписчики постепенно росли. Как и сейчас. Вилоне узнавало все больше людей, и вскоре на его стримах собиралось 300-400 зрителей. Парень по ту сторону экрана был очень общительный, постоянно шутил, давал советы новичкам и бурно комментировал все происходящее в игре, что заставляло оставаться на его эфире подольше. Большой скачок в развитии канала дали постоянные рейды от популярных на тот момент стримеров, Братишкина, Фунтика и многих фортнайдов. Че, блядь? Мне Братишкин дал один рейд за все время. Ну, кстати, блядь, этот рейд епать! Я когда с Вовой поиграл, это вообще пизда было, нахуй, я так охуел. Мне больше коллажор, наверное, давал рейдов. Ну, коллажор охуенные рейды, кстати, давал. Оффл стрим, а потом давал рейд. Через 10 минут. Вконтакте, где каждый день разыгрывал скины из КС. В 2000... Он мне с коллажором договорились на рейды, заплатил ему деньги, согласовали, все охуенно, классно. Надо было подрубать. Че-то, короче, после него. Он просто то 15 часов стримил, то 17 часов стримил. Оффал и потом мне рейдовал. Там на 100 человек. Что ясно, блядь. В 2017 году стал группу во Вконтакте, где каждый день разыгрывал скины из КС. В 2017 году был поставлен рекорд, который стал отправной точкой в карьере Вадима. Одновременно его смотрело целых... Печет, 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 печет. Сколько? Когда? ...рекорд, который стал отправной точкой в карьере Вадима. Одновременно его смотрело целых 500 человек. А наш контент без подписки на канал... Ебать, пацаны, нихуя, если у вас рекомендации, нахуй. Хесус бреется? Да ну нахуй. Блядь, где, 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 где... 24 минуты. ...канал смотрят целых 82% людей. Друзья, обязательно подпишитесь на канал, чтобы в вашей ленте появлялись интересные ролики... Прикольный, кстати, чел, без рофлов. ...следующие пару лет Fortnite продолжал продвигать нашего героя... Чел пишет... Бля, смотрю Игоря Габара, и Патров Шан с кайфом унитаза... Унитаза пьет. Когда не пили, блядь. ...крою об аудитории и деньгах. Постоянные турниры, донаты, код автора в игре... Все это давало Вадиму возможность продолжать стрим... Бля, я помню, как мне код автора один раз принес, нахуй, 50 тысяч долларов. Ебать, я охуел, пацаны, бля. ...и не отвлекаться на поиски работы. Но каждый день упорно занимаясь одним и тем же привело к выгоранию. Fortnite становилось все меньше, и фокус смещался обратно на КС и на трансляции по неигровым категориям. В 2019 году Вадима депортировали из России из-за просрочки визы и дали запрет на въезд в страну на 5 лет. Такие обстоятельства привели к необходимости создания контента, где Вадим будет дистанционно взаимодействовать... А что у нас по взгляду? Что у нас по взгляду? ...со стримерами из России. Так родились стримы по мафии и создание сообщества FreakSquad. Сначала это был просто небольшой круг друзей... Бля, я вам серьезно говорю, нам в мафии и в бункерах не хватает маги. Я до сих пор помню, как мага сказал, помните, когда ему надо было читать чат? Он сказал, я прочитал чат, мне этот... А, я узнал, кто мафия, я выхожу, бля, я думал, сусь, нахуй. Не, мага-легенда, так-то пиздец. Бля, кстати, что с Мануриным, нахуй? Что он только поменялся? ...грузей-стримеров Эвелина, но такой формат собирал нереальные цифры на трансляции... Кого, блядь? Эвелина? ...и сообщество стало бурно расширяться. Бля, Фил, пиздец. Я только сейчас увидел. Ебать он, ебать он сюда плюс вайба давал, пиздос. ...игр побывал лучший игрок мира по CSGO, Саша Симпо. Вскоре Вадим начинает уставать от мафии и вводить новые развлекательные шоу. Турниры 2 на 2... А что это за парочка у нас такая? А что это у нас за парочка такая слева? Мм? ...среди про и полупро игроков в CS, Царь горы, интерактивные игры со зрителями и разговорные стримы. В 2020 году всего за 4 месяца такого формата стримов аудитория канала выросла с 400 до 1 миллиона подписчиков. Да ну нахуй! ...сильно повлияла и пандемия. Люди сидели дома и им настолько нечего было делать, что они смотрели... Настолько, блядь, людям нечего было делать, настолько они говно, блядь, что нахуй... Ну давай, стригись, стригись, блядь, стригись, стригись, стригись... ...стримы Эвилона, которые проходили каждый день. Онлайн 40 тысяч человек держался ежедневно. Такие цифры во всем СНГ не показывал никто. Чё? Такой же онлайн был у Славы тогда. И на волне такого роста и хайпа случилась очень неприятная вещь, ставшая переломным моментом в жизни Вадима. Из-за нарушения правил платформы 15 декабря 2020 года Вадим получил перманентный бан без права на апелляцию. Для любого это означало бы катастрофу. Но наш герой не опускал руки. Но наш герой не сдаётся. Сразу утри, пожежи идёт и смеётся. Вот он, смотри. Ай, блядь, да. Он перешёл на YouTube, а инфопоад в медиапространстве... Ебать, я был женат. Да ну нахуй. Вы знали? А инфопоад в медиапространстве о его бане сделал Эвелона ещё более популярным. Огромное количество стримеров встали на его... Реально хайпить на смерти? ...сторону и завирусили хэштег фрибатя, дабы поднять тему несправедливого бана Эвелона. И спустя 100... Ну как несправедливо. Просто обидел людей. Ну типа сказал как бы фразку. 92 дня с момента бана канал на Твиче был разблокирован. И тут активизировались подписчики в шапочках из фольги. Полный никнейм Вадима Эвелон192. Бан сняли спустя 192 дня. Кстати, Бизрофлов он интересный, да? Я не знаю ваше мнение какое, мне он нравится, без шуток. Типа он прикольный. Падение? Да, бля, как вы умеете поддержать человека, блядь. Он же будет это смотреть, ну просто напишите, да. Он это увидит, ему так будет приятно. Нету нового ебанно похож, блядь. Пиздец, блядь. Не, прикольный чел, прикольный чел, без Рафы. Аудитория разделилась на три группы. У него только проебов дохуя. О, это вопросы, когда мы спрашивали. Сосало? Да, да ну нахуй, реально. Нет, это не проплачено, чел, блядь. Он еще не срежется. Те, кто думали, что Бан на Твиче был пиар-ходом, те, кто думали, что... Бан на Твиче был пиар-ходом. Я сейчас просто вот этот микрофон, блядь. Ты знаешь, что я сейчас с ним сделаю, нахуй? Бля, вы помните этого Жожу, нахуй? Это Жожу, который в любую секунду... Ну вот это, блядь, такое, блядь. В администрации Твича сидят хейтеры в одинке и те, кому было похуй. Чел раздевается, блядь, справа. Личную жизнь Вилон всегда показывал на своих стримах. До 20-го года у него была жена Маша, которая вообще никак не была связана с играми и стримами. Вот это сейчас минус-вайбик вносишь. Я только тебя похвалил, блядь. Ты тут минус-вайбишь уже, ебать. Из-за вечных переездов и отсутствия общих хобби... Не знаю, кто это. ...в паре пришлось расстаться. Через некоторое время в СНГ-сообществе стримеров появилась новая пара. Так популярная стримерша Наталья Гинсуха и Вадим стали публично рассказывать о своих отношениях и проводить совместные стримы. Для зрителей эти отношения были примером идеальной пары. Блядь, я просто сейчас воды попью. Ой, блядь. Но счастье длилось недолго, и в марте 2023 года пара рассталась на позитивной ноте. Вадим сказал, что ему нужно разобраться в себе, и он не готов продолжать эти отношения. Вернувшись к стримингу после бана, Эвилон продолжал коллаборации с топами, проводил турниры и разные игры. Одним словом, занимался тем, что у него получается лучше всего в жизни и получается очень хорошо. Создавал шоу. Но в январе 2023, после очередного трэш-стрима по играм Габара, на аккаунт прилетает банк. И, как многие считают, последний. Сейчас в жизни Вадима переломный момент. Он стримит раз в неделю на ютубе все те же шоу, играет со стримерами в кэс и пытается переосмыслить свой контент и найти себя. Путь парня от десяти зрителей... Ой, какой краж! Ой, какой краж! Я не могу, какой он красивый! Вау, вот этот синий подбородок! В смысле, фу, блядь. ...完систей до ста тысяч был действительно сложно. Бля, а вы ж помните, я статуэтки выиграл у Маш Мишкова, блядь. Но желание делать качественный контент для аудитории было сильней. И именно оно привело его к тому, что он имеет сейчас. Кажино!